Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич! Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной молодеченской земле. И в знак признательности примите от нас эти цветы. Спасибо. Спасибо. Светем и пахнет. Яблоки, смотрю, красивые. Лучшие в области. А что так? Лучшие в области, на самом деле, да. Ну, ты кочевая лучшая. Лучшие. Что, конкурентов нет? Конкуренты есть, но выигрывают. Есть коллеги, коллеги, это даже не конкуренты. Должны быть конкуренты. Покажи, что ты обещал. Все, сейчас увидите. Сколько у тебя гектаров? На сегодня 102 еще расширяемся. Ну, а вообще, ты планируешь сколько иметь? 400. Есть команда, есть понимание, как это делать. Но нет понимания у губернатора по выделению почвы. Тоже есть, мы уже все по земле. Вопрос, нам везде зеленый свет. По программам тоже мы уже обсуждаем, как это наращивать. Ну, а когда ты сможешь высадить этот сад? Я думаю, 2-3 года мы сделаем. Так 2 или 3? Давайте 3. Есть моменты, в которых не стоит спешить. Мы будем давать вала 10 тысяч тонн, это будет номер один в республике. Если кто-то еще не подрастет. Есть четкое понимание, как это делать. Но тебе больше не надо 400, ты считаешь его и достаточно. Ну, по большому счету, Александр Ильич, вот если 400 гектаров с его интенсивностью, ну... Минскую область мы накормим точно и на республику останется. Ну, нам надо, чтобы мы перестали кланяться импортному яблоку. Я тебе уже об этом говорил. Надо, чтобы было свое яблоко, чтобы люди были обеспечены. Потребность у нас большая, но для этого надо хранилище. В позднее сорта. В позднее сорта. Ни экспорт не ограничен в России. Яблоко надо и нам надо еще себя обеспечить, чтобы нам там не размахивали поляки или кто там яблоком, возьмите у нас. Надо свое. Вон она, красотища. Что касается земельных ресурсов, мы тебе обеспечим хоть на тысячу гектаров. Создадим конкурентов тебе хороших. Будем просить. Вот, чтобы ты помог людям заложить сад. Главное ведь заложить и будут повторять. Как ты ухаживаешь, так и они. На первом этапе, чтобы помог. На базе нашего хозяйства уже, наверное, лет пять каждый год проходят республиканские семинары, где постоянно приезжают коллеги-фермеры по 100 человек и более. На что у тебя организован полив здесь, да? Да, да, здесь капельный полив, это восьмилетний сард, это сорт Олеся, это наш лучший сорт для хранения. А сколько сортов вообще? Вообще, валообразующих у нас пока два сорта. Это белорусская сладкая, это осеннее яблоко. И Олеся, это сорт, который мы продаем позднее всего из белорусских сортов. Также для длительного хранения мы уже новая сарта начинаем использовать. В саду, конечно, два, так как саду уже 15 лет, вот на этой площадке, у нас тут 20 сартов. Здесь прекрасно выражение. Это все, что мы видим, это сад, да? И даже того, чего не видим, да. Да, это все сад. Ну, как лес. Да, 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 он такой должен быть. Очень интенсивная посадка. Если раньше мы сажали 1100 деревьев на гектаре, то теперь мы сажаем 2500 деревьев на гектаре. Но так как деревья много, они тоненькие, это сплошная стена получается. Для них нужна опора. Без опоры они просто под нагрузкой, так как они на второй год уже начинают плодоносить, их просто сломает. Вот трехлетний сад начинается, Александр Григорьевич. Здесь уже были яблоки, они уже успешно реализованы. Здесь были яблоки отеченщего качества. И вот сейчас мы увидим по правую руку от нас. Здесь 40 тонн на гектаре у нас на каждом. Вот вы видите. Четыре года сада. А кто помогает снимать яблоко? Люди, все, это ручной труд. Это каждое яблочко аккуратно, в перчаточках, чтобы не травмировать. Это очень кропотливая такая нежная работа. В основном девочек, потому что девочек у нас все аккуратно. У нас небольшой коллектив, мы 15 человек. Мы справляемся, потому что в принципе все делаете на тракторах. Надо, нет, нет, так я на трактор могу себе что-то сделать. Нет, 15 человек разу успеют снять яблоко. Нет, нет, мы на сезон привлекаем до 50 человек подрядников. Город, слава богу, 100 тысяч большой. То есть справляемся. Ну, правильно, с города надо привлекать. Да, здесь был САП. И надо, Сен-Генович, помыкать надо, если... Ну, не все, даже у нас люди уже ответили работать. Если там надо помочь людьми, так... Особенно надо школьнику, студенту, они более послушные, они аккуратные. Им скажешь так. Конечно, они и бесятся иногда, но если попросить отобрать людей, проинструктировать... Это лучшее яблоко на хранение. Оно лежит на уровне сорт на Айдаре. Айдаре это тоже 4-летний сад. Ну, это чудо вообще. Честно говоря, я такого не видел еще. Вот Гродда отдыхает. Караник уже должен приехать и расстроиться. Значит, так тут еще это очень близко. Может, зарабатывают на это? Нет, так и там зарабатывают. Там же тоже зарабатывают. Шулейко молчит, потому что им сказать ему нечего. В Бресте такого нет. Товарищ президент, сегодня 60% яблок производится в Брестской области. Ну, такого у тебя нет? Гарантирую, есть. Поедем все на Столинщину. Ну, на Столинщине может быть, да. Столинцы... И мы увеличили... За 3 года на 30% добавили Столинцев. И они получают такие сады. У тебя вот тут хранилище на сколько, Тонт? 1200 тонн единовременного хранения. Плюс, так как мы убираем 2000 тонн яблок, но яблоко осеннее, оно заезжает на хранение. Камеры предохлаждения. Месяц, два месяца. Все продерж. Радам. Надо помогать таким. И надо точно знать, сколько нам надо на страну, на сколько рынок может потребить. 60 тысяч. 60 тысяч. Надо нам иметь столько человек, который обеспечит тебе 60 тысяч, чтобы у нас... Ну, естественно, экспорт же. 60 тысяч для себя, 50 тысяч можем продать запросто. Это твои люди, да? Да. Одеты красиво. Основатель хозяйства Александр Осетий. Мой папа. 27 лет назад началось все вот... Ну, есть что-то... Что-то общая улыбка... Здравствуйте. Землей мы вас обеспечим. Надо 400, и там будет 400. Надо быстрее это делать. Знаешь, что почему? Ну, сегодня санкции, везут, не везут. Хорошо. У тебя раздолье. Завтра начнется эта конкуренция ненужная тебе. Прежде всего, да и нам в стране. Может быть по-другому. Поэтому санкции – это время возможностей. Надо быстрее это сделать. Сто процентов. Меня даже вся команда говорит, куда мы так бежим. Я говорю, подождите, мы еще даже не начинали бежать. Так что все еще перейдем. Главное – не брестись в хвосте. Ну, пойдем, мужики, посмотрим. Это то, что доступно вот сейчас. Любое яблочко можно взять, скушать. Это то, что мы поставляем в наши сети. Оно уже готово. Проблем нет с продажами. Нет, вы что? Проблема с продажей одна. Почему у меня 2000 тонн, а не 20? Хорошее яблоко. Это уже наша жестокая недоработка. Если такое потребление... Потребитель торговой сети всегда просит, дайте качество. К нам вопросов нет. Качественное яблоко стоит очередь. Вот этот блок яблок сортов, которые хранятся где-то до Нового года. Отлично лежат и могут насуществить два-три месяца. Ну, в хранилище они так хранятся? Нет, хранилища мы тоже пока... Они хранятся в больших контейнерах на 300 кг, технически составляются на весь объем хранилище. Потом вы сортируете все равно. Потом мы сортируем, да. И вот это наше настоящее и будущее. Это поздние сорта. Сорт Олеси наш белорусский. Это лучший белорусский сорт для хранения. Его мы храним до марта месяца. Сорт Альва также. Январь, февраль еще храним. И вот эти два сорта, вот за этим всем мы видим будущее. Сорта, которые лежат до нового урожая. Сорта груши. Ну, ты возделываешь груши. Да, да. И очень активно начинаем. Эта культура для Беларуси относительно новая. Больших промышленных садов нет. Я думаю, у нас тоже будет первый промышленный сад в Беларуси. Мы уже осенью первые 15 гектаров закладываем. Вот наше будущее. И вот тут тоже вопрос. Надо быстро перевести этот сорт. Мы его уже возделываем. Все прекрасно понимают. Он районирован для приусадебного садоводства. Но надо его в промышленность. Быстро. Должна быть программа. Когда-то мы к этому вопросу подходили, будучи у Бориса Васильевича Батура в Могилевской области, когда он был губернатором, мы были вот точно так. Посмотрели сад. Когда определили, что нам там в каждой области вроде по 60 гектар надо было, и это нам достаточно, сделали, не сделали. Я программу эту не контролировал, ну а начальникам зачем? Президент не спрашивает, у нас же так. Ну и ладно. Поэтому давайте конкретную программу. Вот он хочет 300 гектар добавить, может больше. Он еще нож подумает, утром вам скажет. И мы программу это все включаем, потом соберем этих людей, спросим у них, что им надо, поможем и закроем вопрос. Я доложу. Лук мы обеспечили страну луком? Пока обеспечиваем сами. 105% потребности. Обеспечиваем. К потребности 105%. Это у них к прошлому году, а к потребностям. Прекрасно. А когда-то же так начиналось. Я приехал на Припять, до сих пор помню, Попков был такой, не Попков Александрович, а Попков Гомельский. Начали про лук говорить. И вот как он говорит, Александр, да мы сами и прочее. Я говорю, хорошо. Да там 40 тысяч нам или сколько, он говорил, надо этого лука было. Я говорю, хорошо. Сделаешь? Сделаю. Наградим. Он сделал. И сегодня мы вот 105% потребности, а лук завозили черт знает откуда. Поэтому надо решить сейчас этот вопрос, пока так называемые санкции. Пока эти ошалевшие себе в голову выстрелили, нам не везут на рынок этот лук. Ну и хорошо. Российский рынок свободен. Но он не будет долго свободен. Его заполнят. И наше счастье, что он в Хабаровск продает. Что китайцы не продают там или турки. Значит, нам надо определить программу, объемы, ну, чтобы выйти на деньги. И выделить им определенные кредиты. Ясно, что подсаженцы. Тут надо сохранить эту дакст. Все остальное надо посмотреть их экономику, разбрасываться деньгами мы не можем. Таких денег нет. Ну, а там, где надо подставить пришел, значит, должны подставить. Добрый день. Здравствуйте. Сладкое яблоко, сладкое яблоко. Это все наше кисло-сладенькое яблоко. И красиво, и вкусно. Угощайтесь. Шули, ты ешь, будешь, я в Минск рот не лезет. Так вот, у нас сегодня 20% производят яблоко в стране по садам. А Брестское 60%. Остальное Минск? А Минск, да, еще чуть-чуть меньше. Да, и все остальные. В прошлом году, за три года, мы в Брестской области добавили участников почти третью часть садов. И они закладывают 60-70% стабилизационных фондов. Эффективность садов в три раза выше, чем... Ну, пробуй, ты с министром. Это министр, который день не дает. Рекомендую белорусское сладкое, лучше софт. Вот сегодня оно. Да, они очень... Самая популярная в торговле, да. Белорусское сладкое. Да, да, да. Наша. Очень хорошее. Вы молодцы, спасибо за то, что делаете. Мы отдаем это производителям Молотечевского района. У них есть свой, тоже небольшой сад. Им не хватает объем своего яблока. Мы им еще тоже поставляем яблоко. Они делают купажи. Есть черная рябина, есть просто яблочная, есть со смородиной. Это натуральный продукт. Здесь никаких добавок нет. Только натуральный. Советую попробовать. Хоть это не твое, но... Я... Он брестский, поэтому он ревнует. Черная смородина особая. Да, особая черная. Молодцы. Это уже алкогольная продукция с большей части своей, но она премиальная продукция. Это сидры, которые не просто с добавлением спирта, а не через праживание. А сидры что, с процентом каким? Да, да. 5-6 градусов. 5-6 градусов. 5-7, да. Спасибо. Ну, как? Нормально. Нормально? Если было блеск, я бы не сказал, что нормально. Преоприятие работает на полную мощность. Но оно не только у вас покупает, да? Нет, 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 конечно, не только у нас. Просто мы один из поставщиков. А на рынке вообще эта продукция идет? Очень востребована. Очень просит такую продукцию. С нацой, как вы знаете, натуральная основа. Распробовали, и так как это хорошее качество, очень просят такую продукцию. Я понял, это мой напиток. Я теперь буду покупать. 6 градусов. Ну, это просто у нас еще небольшие есть площади. Все это ваше, да? Все наше. И кукуруза ваше. Да, это пекинская капуста, тоже очень востребована. Краснокочанная капуста у нас отлично лежит до апреля месяца. Мы видим нишевые культуры, которые требуют внимания, которые можно выращивать, которые недостаточны, поэтому в эту сторону это можно. Ему надо земля. Там, где он попросит, там пусть. Конечно. Остальное надо выкорчевать, потому что у нас по стране столько старья этого, страшно смотреть. Неэффективно. Нет, оно вообще уже, сад уже вообще умер. Там никто его не смотрит, никто не выкорчевывает. Надо убирать и вводить все в оборот землю. То, что раздадите, то и компенсируете. Ну, и у тебя поля по-прежнему не пашутся. Как не пашутся. Да-да, я видел несколько, правда. Ты же хитрый. Я когда лечу по какому-то маршруту, они 10 раз проутюжат и пролетят. И потом это приводит в идеальное состояние. Почти в идеальное, но некоторые поля не распаханы. Ну, есть нюансы, но мы очень много... Приусадебные участки надо приводить в порядок. Мы в Александрии приусадебные участки, которые не используются, сады посадили. Я всегда, мы к вам приезжаем в гости, я всегда в пример говорю, посмотрите, надо сделать у нас так же. Да, ну, я даже не просил. Там начальники сделали. Я хозяйским глазом посмотрел. Ну, красотише. Там нет ни клочка. Ты-то, наверное, там давно не был. Там нет ни одного клочка свободной, брошенной земли. Все в порядок. Так надо и не перспективные деревни приводить в порядок. Спасибо тебе за сына. Самое главное, я сегодня подумал, во сне Малиновского увидел. Фельмер, который в Ушковском районе собирался сюда. Самое главное для него проблема, он говорит, вот я уйду, а кому? А у него младший сын как раз с ним занимается. Очень верующие люди. Ну, младший сын будет этим заниматься. Очень успешный фермер. Он занимается в основном землетельческими, неплодовочными продуктами. Раб с вас сделает хорошо. Картошку, склады построил сам. В общем, успешный фермер. Поэтому ему повезло, что есть Игорь у него. Спасибо. А так, вкладываешься, вкладываешься, а кому? Да. Говорят, молодежь у нас хорошая. Ну, молодежь наша хорошая, но работать-то не очень хотят. Особенно на земле. Поэтому тебе повезло. Да. Я еще молодой, но мне еще пахать можно. Этими будем заниматься. Спасибо, Игорь. Наши современные сады с хорошей нагрузкой. Обычно окупаемость мы по всем бизнес-плану в течение 5-й год. Но этот сад показал нам, что можем... Вот на 4-й год он полностью уже окупает все вложения. Здесь 40 тонн на гектаре. Это сорт альвы. Здесь 5 гектаров блок. Он посажен одним сортом. Каждое 14-е дерево опылитель, для того, чтобы было переопыление. Мы сюда еще по сезону заводим во время цветения шмелей, чтобы процент завязи был выше. У нас есть капельный полив. А, воду берешь туда далеко? У нас пруды на купителя. У нас там растворный узел. Добрый день, трудяги. Добрый день. Добрый. Приятное время у вас. Хоть работы много, но... Когда урожай хороший. Это наш постоянный коллектив. Главное, агроном наш. Красиво. В том числе. Ну, я так понимаю, вы снимаете снизу сначала, да? Да, конечно. Отдельная бригада потом идет и снимает сверху. Но уже они готовы сверху и снизу. Да, конечно. Сверху даже они более... Да, более открыто. Сонца больше, да. Они готовы сразу танцевать. Ко мне вопросы. Нет. Приятно, приятно бывать в коллективе, где нет вопросов. Ну, я понимаю, даже если есть, я уже ему на все вопросы ответил. Спасибо вам огромное. Вы для нас ориентир. Будем на вас равняться для того, чтобы белорусы с Польши яблоки не завозили из других стран. Спасибо. Я постараюсь все сделать для того, чтобы мы закрывались. Он молодец, он приехал ко мне на родину за сотни километров и заставил нас посадить в сад как-то. Хорошо растет. Спасибо. Спасибо, Лю. Спасибо. 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 Продолжение следует...